Часть 2. Глава 1. Было еще утро. Уинстон пошел из своей кабины в уборную. Навстречу ему по пустому ярко освещенному коридору двигался человек. Оказалось, что это темноволосая девица. С той встречи у лавки старьевщика минуло 4 дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи. Издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как и комбинезон. Наверное, девица сломала руку, поворачивая большой калейдоскоп, где набрасывались сюжеты романов. Обычная травма в литературном отделе. Когда их разделяло уже каких-нибудь 5 шагов, она споткнулась и упала чуть ли не плашмя. У нее вырвался крик боли. Видимо, она упала на сломанную руку. Уинстон замер. Девица встала на колени, лицо у нее стало молочно-желтым, и на нем еще ярче выступил красный рот. Она смотрела на Уинстона умоляюще, и в глазах у нее было больше страха, чем боли. Уинстоном овладели противоречивые чувства. Перед ним был враг, который пытался его убить. В то же время перед ним был человек. Человеку больно, у него может быть сломана кость. Не раздумывая, он пошел к ней на помощь. В тот миг, когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль. «Вы ушиблись? Ничего страшного. Рука сейчас пройдет». Она говорила так, словно у нее сильно колотилось сердце, и лицо у нее было совсем бледное. «Вы ничего не сломали? Нет-нет, все цело. Было больно, но прошло». Она протянула Уинстону здоровую руку, и он помог ей встать. Лицо у нее немного порозовело. Судя по всему, ей стало легче. «Ничего страшного», – проговорила она. «Немного ушибло запястье, и все. Спасибо. Спасибо, товарищ». С этими словами она пошла дальше так бодро, будто и впрямь ничего не случилось. А длилась вся эта сцена, наверное, меньше, чем полминуты. Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом. Да и происходило все это прямо перед телекраном. И все-таки Уинстон лишь с большим трудом сдержал удивление. За те 2-3 секунды, пока он помогал девице встать, она что-то сунула ему в руку. О случайности тут не могло быть и речи. Что-то маленькое и плоское. Входя в уборную, Уинстон сунул эту вещь в карман и там ощупал. Листок бумаги, сложенный квадратиком. Перед писсуаром он сумел, после некоторой возни, в кармане расправить листок. По всей вероятности, там что-то написано. У него возникло искушение сейчас же зайти в кабинку и прочесть. Но это, понятно, было чистым безумием. Где, как не здесь, в туалете, за телекранами наблюдает бесперерывно. Он вернулся к себе, сел, небрежно бросил листок на стол к другим бумагам. Надел очки и придвинул речепис. «Пять минут», – сказал он себе, «пять минут, самое меньшее». Стук сердца в груди был пугающе громок. К счастью, работа его ждала рутинная. Уточнить длинную колонку цифр и сосредоточенности не требовала. Чтобы не было в записке, она наверняка политическая. Уинстон мог представить себе два варианта. Один более правдоподобный. Женщина – агент полиции мыслей, чего он и боялся. Непонятно, зачем полиции мыслей прибегать к такой почте, но, видимо, для этого есть резоны. В записке может быть угроза, вызов, приказ покончить с собой, западня какого-то другого рода. Существовало другое, дикое предположение. Уинстон гнал его от себя, но оно упорно лезло в голову. Записка вовсе не от полиции мыслей, а от какой-то подпольной организации. Может быть, братство все-таки существует, и девица может быть оттуда. Идея, конечно, была нелепая. Но она возникла сразу, как только он ощупал бумажку. А более правдоподобный вариант пришел ему в голову лишь через несколько минут. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка, возможно, означает смерть, он все равно не хотел в это верить. Бессмысленная надежда не гасла. Сердце гремело, и диктует цифры. В речи Пис он с трудом сдерживал дрожь в голосе. Он свернул листы с законченной работы и засунул в пневмоническую трубу. Прошло 8 минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Крупным неустоявшимся почерком там было написано. Я вас люблю. Он так опешил, что даже не сразу бросил улику в гнездо памяти. Понимая, насколько опасно выказывать к бумажке чрезмерный интерес, он все-таки не удержался и прочел ее еще раз, убедиться, что ему не померещилось. До перерыва работать было очень тяжело. Он никак не мог сосредоточиться на нудных задачах, но что еще хуже, надо было скрывать свое смятение от телекрана. В животе у него словно пылал костер. Обед в душной, людной, шумной столовой оказался мучением. Он рассчитывал побыть в одиночестве, но... Как назло, рядом плюхнулся на стул идиот Парсонс острым запахом пота, почти заглушив жестяной запах тушенки, и завел речь о приготовлениях к неделе ненависти. Особенно он восторгался громадной двухметровой головой старшего брата из папье-маше, который изготавливал к праздникам дочки-натряд. Досаднее всего, что из-за гаммы Уинстон плохо слышал Парсонса. Приходилось переспрашивать и по два раза выслушивать одну и ту же глупость. В дальнем конце зала он увидел темноволосую, за столиком еще с двумя девушками. Она как будто не заметила его и больше он туда не смотрел. Вторая половина дня прошла легче. Сразу после перерыва прислали тонкое и трудное задание на несколько часов, и все посторонние мысли пришлось оставить. Надо было подделать производственные отчеты двухлетней давности таким образом, чтобы бросить тень на крупного деятеля внутренней партии, попавшего в немилость. С подобными работами Уинстон справлялся хорошо, и на два часа с лишним ему удалось забыть о темноволосой женщине. Но потом ее лицо снова возникло перед глазами, и безумно до невыносимости захотелось побыть одному. Пока он не останется один, невозможно обдумать это событие. Сегодня ему надлежало присутствовать в общественном центре. Он проглотил безвкусный ужин в столовой, прибежал в центр, поучаствовал в дурацкой торжественной групповой дискуссии, сыграл две партии в настольный теннис, несколько раз выпил джину, и высидел получасовую лекцию, шахматы и их отношения к ангсоцу. Душа корчилась от скуки, но, вопреки обыкновению, ему не хотелось улизнуть из центра. От слов «я вас люблю» нахлынуло желание продлить себе жизнь, и теперь даже маленький риск казался глупостью. Только в 23 часа, когда он вернулся и улегся в постель, в темноте даже телекран не страшен, если молчишь, к нему вернулась способность думать. Предстояло решить техническую проблему, как связаться с ней и условиться о встрече. Предположение, что женщина расставляет ему западню, он уже отбросил. Он понял, что нет, она определенно волновалась, когда давала ему записку. Она не помнила себя от страха, и это вполне объяснимо. Уклониться от ее авансов у него и в мыслях не было. Всего пять дней назад он размышлял о том, чтобы проломить ей голову булыжникам, но это уже дело прошлое. Он мысленно видел ее голой, видел ее молодое тело, как тогда, во сне. А ведь сперва он считал ее дурой, вроде остальных, напичканной ложью и ненавистью с замороженным низом. При мысли о том, что можно ее потерять, что ему не достанется молодое белое тело, Уинстона лихорадило. Но встретиться с ней было немыслимо сложно. Все равно, что сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда ни сунься, отовсюду смотрит телекран. Все возможные способы устроить свидание пришли ему в голову в течение пяти минут, после того, как он прочел записку. Теперь же, когда было время подумать, он стал перебирать их по очереди, словно раскладывая инструменты на столе. Очевидно, что встречу, подобную сегодняшней, повторить нельзя. Если бы женщина работала в отделе документации, это было бы более или менее просто, а в какой части здания находится отдел литературы, он плохо себе представлял. Да и повода пойти туда не было. Если бы он знал, где она живет и в котором часу кончает работу, то смог бы перехватить ее по дороге домой. Следовать же за ней небезопасно. Надо околачиваться вблизи министерства, и это наверняка заметят. Послать письмо по почте невозможно. Не секрет, что всю почту вскрывают. Теперь почти никто не пишет писем. А если надо с кем-то снестись, то открытки с напечатанными готовыми фразами. И ты просто зачеркиваешь ненужные. Да он и фамилии ее не знает, не говоря уж об адресе. В конце концов он решил, что самым верным местом будет столовая. Если удастся подсесть к ней, когда она будет одна, и столик будет в середине зала, не слишком близко к телекранам, и в зале будет достаточно шумно, если им дадут побыть наедине хотя бы 30 секунд, тогда, наверное, он сможет перекинуться с ней несколькими словами. Всю неделю после этого жизнь его была похожа на беспокойный сон. На другой день женщина появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, не взглянув друг на друга. На следующий день она обедала в обычное время, но еще с тремя женщинами и прямо под телекраном. Потом было три ужасных дня, она не появлялась вовсе. Ум его и тело словно приобрели невыносимую чувствительность, проницаемость, и каждое движение, каждый звук, каждое прикосновение, каждое услышанное и произнесенное слово превращались в пытку. Даже во сне он не мог отделаться от ее образа. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение приносило только работа, за ней он мог забыться иной раз на целых 10 минут. Он не понимал, что с ней случилось. Спросить было негде, может ее распылили, а может быть она покончила с собой, ее могли перевезти на другой край океании. Но самое вероятное и самое плохое, она просто передумала и решила избегать его. На четвертый день она появилась. Рука была не на перевязи, только пластырь вокруг запястья. Он почувствовал такое облегчение, что не удержался и смотрел на нее несколько секунд. На другой день ему чуть не удалось поговорить с ней. Когда он вошел в столовую, она сидела одна и довольно далеко от стены. Час был ранний, столовая еще не заполнилась. Очередь продвигалась. Уинстон был почти у раздачи, но тут застрял на 2 минут. Впереди кто-то жаловался, что ему не дали таблетку сахарина. Тем не менее, когда Уинстон получил свой поднос и направился в ее сторону, она по-прежнему была одна. Он шел, глядя поверху, как бы отыскивая свободное место позади ее стола. Она уже в каких-нибудь трех метрах, еще две секунды и он у цели. За спиной у него кто-то позвал. «Смит!» Он притворился, что не слышал. «Смит!» Повторили сзади еще громче. «Нет, не отделаться». Он обернулся. Молодой, с глупым лицом блондин по фамилии Уилшер, с которым он был едва знаком, улыбаясь, приглашал его на свободное место за своим столиком. Отказаться было небезопасно. После того, как его узнали, он не мог усесться с обедавшей в одиночестве женщиной. Это привлекло бы внимание. Он сел с дружелюбной улыбкой, глупое лицо сияло в ответ. Ему представилось, как он бьет по нему киркой, точно в середину. Через несколько минут у женщины тоже появились соседи. Но она наверняка видела, что он шел к ней и, может быть, поняла. На следующий день он постарался прийти пораньше. И не зря. Она сидела примерно на том же месте и опять одна. В очереди перед ним стоял маленький, юркий, жукоподобный мужчина с плоским лицом и подозрительными глазами. Когда Уинстон с подносом отвернулся от прилавка, он увидел, что маленький направляется к ее столу. Надежда в нем опять увяла. Свободное место было и за столом подальше, но вся повадка маленького говорила о том, что он позаботится о своих удобствах и выберет стол, где меньше всего народу. С тяжелым сердцем Уинстон двинулся за ним. Пока он не останется с ней один на один, ничего не выйдет. Тут раздался страшный грохот. Маленький стоял на четвереньках, поднос его еще летел, а по полу текли два ручья, суп и кофе. Он вскочил и злобно оглянулся, подозревая, видимо, что Уинстон дал ему подножку. Но это было неважно. Пятью секундами позже, с громыхающим сердцем, Уинстон уже сидел за ее столом. Он не взглянул на нее. Освободил поднос и немедленно начал есть. Важно было заговорить сразу, пока никто не подошел, но у Уинстона напал дикий страх. С первой встречи прошла неделя, она могла передумать, наверняка передумала. Ничего из этой истории не выйдет, так не бывает в жизни. Пожалуй, он не решился бы заговорить, если бы не увидел Ампфорта, поэта с шерстяными ушами, который плелся с подносом, ища глазами свободное место. Рассеянный Ампфорд был по-своему привязан к Уинстону, и если бы его заметил, наверняка подсел бы. На все оставалось не больше минуты, и Уинстон, и женщина усердно ели. Ели они жидкое рагу, скорее суп с фасолью. Уинстон заговорил в полголоса. Оба не поднимали глаз, размеренно черпая похлебку и отправляя в рот. Они тихо и без всякого выражения обменялись несколькими необходимыми словами. Когда вы закончите работу? Восемнадцать тридцать. Где мы можем встретиться? На площади Победы, у памятника. Там кругом телекраны. Если в толпе, это не важно. Знак? Нет. Не подходите, пока не увидите меня в гуще людей. И не смотрите на меня. Просто будьте поблизости. Во сколько? В девятнадцать. Хорошо. Амплфорд не заметил Уинстона и сел за другой стол. Женщина быстро доела обед и ушла, а Уинстон остался курить. Больше они не разговаривали и, насколько это возможно, для двух сидящих лицом к лицу через стол не смотрели друг на друга. Уинстон пришел на площадь Победы раньше времени. Он побродил вокруг громадной колонны, с вершины которой статуя старшего брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битве за взлетную полосу он разгромил евразийскую авиацию. Несколько лет назад она была астазийской. Напротив, на улице стояла конная статуя, изображавшая, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло пять минут после назначенного часа, а женщина все не появлялась. На Уинстона снова напал дикий страх. Не идет, передумала. Он добрел до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь святого Мартина. Тучи и колокола, когда на ней были колокола, вызванивали, отдавай мне в партинг. Потом увидел женщину. Она стояла под памятником и читала или делала вид, что читает плакат, спиралью обвивавший колонну. Пока там не собрался народ, подходить было рискованно. Вокруг постамента стояли телекраны, но внезапно где-то слева загалдели люди и послышался гул тяжелых машин. Все на площади бросились в ту сторону. Женщина быстро обогнула львов у подножья колонны и тоже побежала. Уинстон устремился следом. На бегу он понял по выкрикам, что везут пленных евразийцев. Южная часть площади уже была запружена толпой. Уинстон, принадлежавший к той породе людей, которые в любой свалке норовят оказаться с краю, ввинчивался, протискивался, пробивался в самую гущу народа. Женщина была уже близко, рукой можно достать, но тут, глухой стеной мяса, дорогу ему преградил необъятный прол и такая же необъятная женщина. Видимо, его жена. Уинстон извернулся и со всей силы вогнал между ними плечо. Ему показалось, что два мускулистых бока раздавят его внутренности в кашу, и тем не менее он прорвался, слегка вспотев. Очутился рядом с ней. Они стояли плечом к плечу и смотрели вперед неподвижным взглядом. По улице длинной вереницей ползли грузовики, и в кузовах по всем четырем углам с застывшими лицами стояли автоматчики. Между ними вплотную сидели на корточках мелкие желтые люди в обтрепанных зеленых мундирах. Монгольские их лица смотрели поверх бортов печально и без всякого интереса. Если грузовик подбрасывало, раздавалось звяканье металла. Пленные были в ножных кандалах. Один за другим проезжали грузовики с печальными людьми. Уинстон слышал, как они едут, но видел лишь изредка. Плечо женщины и ее рука прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. Она сразу взяла инициативу на себя, как в столовой. Заговорила, едва шевеля губами, таким же невыразительным голосом, как тогда. И этот полушепот тонул в общем гамме и рычании грузовиков. Можете вырваться в воскресенье? Да? Тогда слушайте внимательно. Вы должны запомнить. Отправитесь на Падингтонский вокзал, С военной точностью изумившей Уинстона она описала маршрут. Полчаса поездом, со станции налево, два километра по дороге, ворота без перекладины, тропинкой через поле, дорожка под деревьями, заросшая травой, тропа в кустарнике, упавшее замшелое дерево. У нее словно карта была в голове. Все запомнили? Шепнула она наконец. Да. Повернете налево, потом направо и опять налево, и на воротах нет перекладины. Да. Время. Около пятнадцати. Может вам придется немного подождать. Я приду туда другой дорогой. Вы точно все запомнили? Да. Тогда отойдите скорее. В этих словах не было надобности. Но толпа не позволяла разойтись. Колонна все шла, люди глазели ненасытно. Вначале раздавались выкрики и свист, но шумели только партийные, а вскоре и они умолкли. Преобладающим чувством было обыкновенное любопытство. Иностранцы из Евразии или из Астазии были чем-то вроде диковинных животных. Ты их никогда не видел, только в роли военно-пленных, да и то мельком. Неизвестна была и их судьба, кроме тех, кого вешали как военных преступников. Остальные просто исчезали. Надо думать в каторжных лагерях. Круглые монгольские лица сменились более европейскими. Грязными, небритыми, изнуренными. Иногда заросшее лицо останавливало на Уинстоне необычайно пристальный взгляд. И сразу же он скользил дальше. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека. До глаз заросшего седой бородой. Он стоял на ногах, скрестив перед животом руки. Словно привык к тому, что они скованы. Пора уже было отойти от женщины. Но в последний миг, пока толпа их еще сдавливала, она нашла его руку и незаметно пожала. Длилось это меньше 10 секунд, но ему показалось, что они держат друг друга за руки очень-очень долго. Уинстон успел изучить ее руку во всех подробностях. Он трогал длинные пальцы, продолговатые ногти, затвердевшую от работы ладонь с мозолями, нежную кожу в запястье. Он так изучил эту руку на ощупь, что теперь узнал бы ее по виду. Ему пришло в голову, что он не заметил, какого цвета у нее глаза. Наверное, карие, хотя у темноволосых бывают и голубые глаза. Повернуть голову и посмотреть на нее было бы крайним безрассудством. Стиснутые толпой, незаметно держась за руки, они смотрели прямо перед собой. И не ее глаза, а глаза пожилого пленника тоскливо уставились на Уинстона из чаще спутанных волос.